Дорогие друзья, я хочу вам зачитать ответ, который мне прислал известный священник, который я очень уважаю и слушаю постоянно его проповеди, очень полезный, и вам тоже советую, что Константин Карипанов, я очень дрожу его мнением, нахожусь с ним практически единодушие, как я понимаю, и батюшка откликается в своих советах и мыслях, похожими со мною, с моими. Я у него спросил, дорогой батюшка, поздравил с праздником, введением во храм Пресвятой Богородицы, молитвами которой добретет надежду народ наш пожить в благочестии и чистоте. Я хотел спросить его относительно практики проведения молебнов по окончанию литургии и панихид. Вы, наверное, часто видите, что по окончанию литургии еще людей задерживают в храме минут на двадцать. Многие из нас спешат, естественно, по своим делам. Вот. И, конечно, это такая практика сейчас на многих приходах введена. Вот. И я у нее спросил, не принижается ли значение и великое таинство Евхаристии, где сам Господь сходит для освящения даров, и в таинстве причастия каждого верующего исцеляет душу и тело. Когда это было введено? В церкви. На что мне батюшка ответил. Да, принижается. Мы не проводим. Умеет в виду там у себя Екатеринбургская епархия. Для молебнов особое время. Никак не связаны литургии. Кстати, я вспоминаю вопрос, я когда профессор Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова тоже задавал подобный, спрашивая, Алексей Ильич, не кажется ли вам, что вот это неправильно, когда по окончании литургии устраиваются молебны? На что мне Алексей Ильич Ильича Осипов сказал? Да, я согласен с вами. Молебны тогда лишь хороши, когда они устраиваются вне, в определенные дни. Там, допустим, от бездожья, или, допустим, какие-то водосвятные молебны, но только не совмещенные с литургией. Это можно, конечно. Вот. Он мне дальше пишет, отец Константин. Для молебнов особое время никак не связано с литургией. Просто сейчас поразительное литургическое нечувствие, полное непонимание того, что есть литургия. Я 30 лет в церкви, там, где служил, никогда не служили молебны после литургии. Я знаю, что это есть, но говорить о том, что это введено в церкви, не надо. Это введено на приходах. И причина в том, что рукополагают людей, совершенно к этому не готовых. Сейчас полный богослужебный беспредел. И, конечно, чем-то это закончится. Пройдя через скорби, раскол, мы, наконец, наверное, что-то наладим в богослужении. Ну, вообще-то, всё очень печально. Да, я с таким откровением смелым и батюшкой согласен. У нас всё хи да ха-ха. К причастию мы относимся, а? Дал бы Бог, чтобы из всех, там, ста-двухсот человек, подходящих к причастию, дал бы Бог, чтобы один причастился, как постоянно говорил Серафим Саровский. На земле ты причастился, а на небе ты остался непричащённым. Понимаете, как всё сложно? А мы к этому подходим без всякой опаски, без всякого благоговения, без страха Божия. Да, конечно, я за всех не говорю, я говорю даже за себя, что страшно. Думаешь, Боже мой, а вдруг, да, говорят, причастим тебя. У меня даже бывают такие чувства, а вдруг я и не причастился. Как? Мы же не знаем. Одно дело суд человеческий, другое дело суд Божий. Всё очень страшно, опасно. Мы разболтались. И поскольку вот сейчас идёт такое отношение к причастию, вычитал, ты вычитал, ты вычитал, вот мы и вычитываем. А молиться мы и не умеем. Да вычитать-то можно, но помолились ли мы? Вычитать-то можно. И потом ещё, когда видишь, люди стоят на литургии и начинают дочитывать последования или каноны, которые не успели дома почитать, извините, это уже никуда не годится. Зачем тогда в храм ходить? Потому что о том, что приходят к концу службы и к причастию подходят. Батюшки-то не знают. Батюшки все допустят, да. Но где у нас благовение? Нет, товарищи, друзья, мы разболтались. И я тоже о себе говорю. Разболтались. В храме болтаю. Батюшка там что-то говорит. Батюшка. 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 Да. И я это делаю. Да. Да ж, Боже мой, как придется отвечать, тот, кто знал. Посмотришь вообще. Дети туда-сюда орут, кричат, сноют. Сейчас скажут. Разве Христос не говорил, приходите ко мне, приводите детей. Да, никто не говорил, Христос, что приводите, чтобы орали, кричали, в храмах суетились и причащались. В храм говорил, приводите детей. Много можно было сказать. Да, время лукавое, страшное. И мы не ведаем, что творим. Но хоть слова не мои, а священника нас бы немножко сподвигнут. Для того, чтобы относиться богобоязненно к этому таинству. Да, причастию. И вот эти молебны, как, я не помню, Алексей Ильич, Осипов все время, молебны протрещат. Кто же это? Или Игнатий Бринчинов, по-моему, или Сеофан Затворник говорил. Да, именно протрещат. И когда начинаешь слышать, когда на молебнах, да, Озравея Ивана, 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 Марьи, Марь, Иссорок, ну уж не сорок, минут десять. Имена. Это чё такое? Это молитва? Я однажды у Алексеевича спросил Нет, это произнесение имен Какая тут молитва А мы к этому привыкли Ой, не буду дальше вас расстраивать Сейчас тухлые помидоры полетят